Здравствуйте! Вот такое вот колье я сплела. И сегодня хочу рассказать вам и показать, как оно плетется. Выглядит колье, ну, как бы сказать, очень сложно. Но на самом деле плетется оно довольно просто. Единственное, что нужно, много внимания, потому что постоянно надо эти бисеринки считать. И что куда засовывать. Вот, я нарисовала вот такую вот небольшую схемочку. Если кому-то интересно, можете сделать скриншот. И потом, а я буду рассказывать, и будет вам, значит, ну, все понятно. Значит, какие мы использовали здесь материалы. Вот эта бусинка 10 мм. Ну, все очень относительно. Я ее померила, она где-то 9,70 с копеечками. Вот я сегодня буду плести на таких бусинках. Визуально эта бусина выглядит гораздо крупнее. Но на самом деле, по размеру я ее померила, она 9, где-то с половиной. Ну, будем говорить соизмеримо. Значит, это 10 мм. Вот такие вот бусинки я использовала, граненые. Они 5 мм. Ну, тоже чуть-чуть меньше. Там получается 4,7, где-то вот так вот. И вот такие вот еще были маленькие бусиночки. Вот эти вот. Тоже они 3 мм. Ну, тоже условно 3 мм. Бисер я брала, к сожалению, не могу вам сказать, какой это размер. Ну, это очень красивый бисер с серебряной серединкой. Ну, я уже очень много из него плела. И я смотрю, что у меня запасы кончаются. Буду искать еще. Очень красивый. Если вам попадается такой бисер, обязательно берите. Ну, и что? Как мы плели это колье? Колье я плела, получается, в 4... Ну, или так, если двойной ниткой плести, то в 2 этапа. Если по одному каждый раз ходить, то в 4 этапа. Ну, и давайте так начнем. Я вам покажу небольшой кусочек, допустим, отсюда, с серединкой. Потому что плела еще вот в чем дело. Я была немножко ограничена. Вот мне очень хотелось плести из этих бусин. Но у меня их в наличии оказалось всего 7 штук. Даже вот здесь пришлось доставлять уже не такие бусины, а немножко другие. Ну, вот это все мои запасы из таких красивых граненых бусин были. Вот. Поэтому я не знала, как у нас что получится. И плела я... Ну, вот ограниченный кусочек. Я сразу спланировала, что я хочу сделать колье будто бы круглое, но обязательно с уголочком. Вот. Поэтому все было рассчитано. Вот у меня на 7 бусине получается по 3 здесь. Ну, а здесь эти бусины, видите, они без висюлек. Но, в принципе, это и правильно, потому что здесь уже у нас уходит на плечи. И эти висюльки, они не актуальны. В конце видео я выставлю фотографию, как это колье сидит на шее. Я уже примерила. Очень красиво смотрится. Ну, и так давайте приступим. Значит, я уберу, чтобы ничего не светило, лишнее не... Значит, как я начинала плетение. Вот две иголки, две нитки. Перу бисеринку, одеваю бусину 10 миллиметров. На бусина 10 миллиметров захожу в нее сразу двумя иголками. Вот. И на одну нитку я вот так одну иголку оставила пока в покое. И занималась. Так мне показалось более удобно. Значит, смотрите, первый ряд в этом колье, он у нас двойной. У нас идет набор идет... Значит, смотрите, здесь идет большая бусинка, вот эта 5 миллиметров. Потом идет бусинка, бусинка, потом идет маленькая бусинка 3 миллиметра, потом опять бусинка и большая бусинка 5 миллиметров. Вот такой набор. И одеваем бусинку. Опять делаем то же самое. Точно такой же набор. И так мы до конца, значит, нашего ряда делаем первый ряд. И одеваем вторую бусинку. Опять делаем то же самое. Все достаточно просто. Единственное, что очень нужно внимание, потому как частенько хочется или бисеринку забыть, или бусинку пропустить, или что-нибудь одеть не в том порядке, в каком надо. Вот тут у меня все такое разноцветное, в принципе, труднее запутаться. А когда плетешь одинаковым... Так, ну давайте будем считать, что это, значит, серединка и вы... Ну давайте еще одно сделаем. Почти целое колье получится. Так, одеваем опять тот же самый набор. Ну и бусинку. Будем считать, что это вся длина нашего колье. Значит, эту иголку пока стопорим. Берем вторую иголку нашу. И делаем здесь, смотрите, какой набор. Тоже всю длину. Бисеринка. Бусинка 5 мм. Бисеринка. Бусинка 3 мм. Бисеринка. Бусинка 5 мм. И бисеринка. И заходим в нашу бусинку. Вот так, чтобы не плести, сразу одновременно делать набор. Вот я сначала делала один набор. Видите, у нас получается один ряд, который... Он будет сверху. Он без вот этих крайних бисериночек. А нижний он, к чему мы будем прикрепляться, вот он. Сейчас оно, когда наберется, все будет очень понятно. Значит, делаем опять тот же самый набор. Бисеринка. Бусинка 5 мм. Бисеринка. Бусинка 3 мм. Бисеринка 5 мм. И бисеринка. И заходим вот сюда. Ну и так мы делаем до конца ряда. Ну вот, смотрите. Значит, здесь мы сплели. Тут я пока не знала, как у меня будет, поэтому я делала вот такую манипуляцию. Я зашла на конце в одну бисеринку с двух сторон. И зафиксировала наше плетение. Надо только хорошо подтянуть, чтобы не было вот этих пролысин. Видите, она так получается, достаточно выпукла. Дальше, что я делала? Я поворачиваю к себе тот ряд, который нижний, который, видите, по краям идет с бисеринками. И что я делаю дальше? Ну вот, после того, как я развернулась и пошла в эту сторону, делаем вот такой набор. Он потом будет по-другому выглядеть. Значит, две бисеринки 3 мм. Одна бисеринка 5 мм. Одна бисеринка 3 мм. И две бисеринки. И заходим мы вот сюда. В бусинку 3 мм. Вот так. Дальше мы набираем все время вот такой набор. Две бисеринки. 3 мм. Две бисеринки 5 мм. Так, а где же они есть? Две бисеринки 5 мм. Две бисеринки 3 мм. И еще две бисеринки. Вот такой вот набор. И заходим все время вот сюда. Дальше делаем все то же самое. 1-2-3 мм. 1-2-5 мм. 1-2-3 мм. И еще две бисеринки. И заходим вот сюда. Только в бусинку 3 мм заходим. Так получается у нас. Опять набираем. 1-2-4 мм. И заходим. 1-3-5 мм. ну и вот считаем что мы дошли до конца широкой части если у вас будет достаточное количество бусину можете проплести сделать все колье такого плана но я значит вот делаю набираю последний ряд 2 бисерины 2 бисерины бусинка 3 миллиметра одна бисеринка 5 миллиметров и 1 бисеринка 3 и еще две бисеринки и заканчивая широкую часть захожу вот в эту бисерину я сначала ничего не завязывала ничего не затягивала потом я просто все нитки по натягивала потому что ну смотрите как россия у нас ярко получается вот теперь я беру вторую нитку которая у нас вот здесь находится и значит плиту я следующий набор сейчас я сверюсь со схемкой а я плиту смотрите я прохожу в плести мы будем сейчас вот из опять таки из вот этих вот красненьких бисерин которые 3 миллиметра то есть бусин то есть я выхожу в нее же ту которая по частям не получается с одного раза пройти вот я вышла в эту бусинку я набираю две бисеринки так это чтоб не смущало так она меня бусинка 5 миллиметров и две бисеринки и захожу вот сюда вот сюда значит следующее у нас идет вот здесь уже получается наша веселечка значит как мы плетем нашу веселечку набираем мы две бисеринки потом бусиночку 3 миллиметра еще две бисеринку и выходим вот сюда смотрите я прохожу в весельку и вот в эту вот первую бисеринку которая вот так смотрите то есть я набрала две бисеринки так чтобы показать так две бисеринки бусиночка 3 миллиметра две бисеринки веселька и еще одна бисеринка и даже смотрите я ее не дотягивая сюда я захожу сразу обратно в бусинку и в первую бисеринку которая стоит к нашей бусинке то есть это все мы хорошенечко даже подтянуть так подтягиваем и набираем вот эта бисеринка в которую я вышла ее нужно ставить обязательно иначе будет видно нитки как заходят набираем еще теперь уже смотрите одну бисеринку бусиночку 3 миллиметра и 2 бисерин очки и заходим в следующую нашу маленькую бусиночку 3 миллиметра вот так вот мы подошли вот здесь мы уже будем делать наш уголочек вот этот вот удлиненный значит смотрите как я это делала значит здесь мы принципе плетем все то же самое что плели до сих пор берем две бисерины бусинка 5 миллиметров две бисерины заходим вот сюда две бисерины бусинка 3 миллиметра две бисерины одеваю бусинку вот такую вот дальше одеваю вот такую бусиночку одеваю бисеринку две бисеринки одеваю и нашу бомбочку так смотрите значит я одеваю две бисерины 3 миллиметра две бисерины бусина 3 миллиметра две бисерины и бомбочка наша одеваю бисеринку и захожу вот сюда вот в нашу все то же самое выхожу видите куда вот вот в эту бот бисерин очку то есть вместо одной нашей вот этой вот бомбочки наши мы одели получается еще бусинку так потом одеваем две раз два то есть когда мы выходим на возврате из бисерины то мы одеваем уже видите вот здесь мы когда выходим мы одеваем вот так одну потом значит три миллиметра и 2 и опять заходим нашу красную бисеринку красную какая уже у вас будет 3 миллиметра которая очень трудно просто перестроиться я плела черный бисер ум черные бусинки у меня были маленькие и мне все время хочется зайти не туда теперь ну а дальше продолжаем как мы плели вот здесь то есть одеваем 2 бисерины бусиночку 5 миллиметров 2 бисеринки и заходим опять в нашу бусиночку 3 миллиметра вот сюда так дальше что мы делаем мы делаем значит как делали здесь одеваем 2 бисеринки 3 миллиметра 2 бисеринки наша бусинка капля еще одна бисерин очка делаем возврат в каплю и в бисерин очку первую которая ближе всего к нашей капли подтягиваем хорошенечко все это дело если не удается подтягивать беремся за вот эту бусиночку бисерин очку вернее и подтягиваем так очень удобно получается ну и здесь у нас что осталось набрать осталось набрать одну бисерину значит бусинку 3 миллиметра две бисеринки 1 2 заходим в бусинку нашу 3 миллиметра и значит осталось у нас набрать последний наш набор так как мы набирали вот на этой стороне все не рассчитала длину нитки уже неудобно получается две бусинки вышли мы вот в эту нашу последнюю бусинку 3 миллиметра и выходим вот сюда соединяем две наши нитки соединяем или не соединяем но выход выводим их в одно место сейчас подтянем это все хорошенечко ну вот у нас уже принципе получилось практически колье ну в принципе можно колье уже оставить в таком виде как она осталась но мне захотелось сделать небольшое расширение вот здесь и будем говорить это достаточно получилось трудоемка значит смотрите я делаю сделала вот что вроде кажется из-за каких-то восьми или шести бусинок и такое вот проводить действие но я сделала и мне вот так понравилось то есть я продела я взяла новую нитку продела одной иголкой вышла из бусинки вот из этой большой бусинки вышла и второй иголкой сделала то же самое да и такой вот мой небольшой совет можно в принципе вот это все плести на мононите а вот эту вот часть с висюльками можно плести ниткой потому что висюльки все-таки более красиво смотрятся когда они сделаны на нитки они тогда более в свободном таком полете ну вот смотрите я вышла двумя нитками то есть закрепилась вот к этой бисеринке и поднялась вот сюда для чего я это все делаю для того чтобы организовать вот этот вот такой вот небольшой треугольничек но мне кажется он как бы украшает значит что я треугольничек у нас входит сюда в него входит две бисеринки бусинка 5 миллиметров 1 бисеринка бусинка 3 миллиметра и еще одна бисеринка и захожу я не вот вот эту маленькую бусинку а захожу уже я в рядом стоящую вот эту вот большую бусинку 5 миллиметра вот так и делаю то же самое второй иглой 2 бисеринки бусинка 5 миллиметров 1 бисеринка бусинка 3 миллиметра и еще одна бисеринка тут почему по-другому пришлось я много раз просчитывала и так и так то есть ну это у меня по по размерам вышло оптимально может быть если вы будете плести то вы можете вот здесь как все количеством бисеринок выбирается то есть надо чуть чуть больше чуть меньше тут вы уже будете сами проверять потому что бусины я говорю что все абсолютно разного размера вроде две одинаковых и низкий смотрятся одинаково а когда покупаешь начинаешь мерить они все разные ну и смотрите дальше я делала вот что я прошла вот так вот по ходу плетения видите прошла дальше вот сюда может быть конечно я говорю не стоит этим и заморачиваться оставить все как есть но тут уже на ваше усмотрение мне захотелось сделать именно так и смотрите я иду можно где-то завязаться если хотите но я здесь взяла нитки по длине и пошла смотрите вот сюда и туда да получается и вот здесь уже когда у меня появилась возможность перейти в верхний ряд я пошла по верхний ряд вот сюда и это у меня получилась такая нитка которая с этой стороны доплетала продолжение колье то есть я поднимаюсь смотрите вот сюда вот сюда выхожу в бусинку захожу бусинку и пошла вот сюда вот уже плести продолжение колье ну и с этой стороны я делаю то же самое я поднимаюсь до нужного мне расстояния захожу в бусинку и потом я значит смотрите получилось у нас ну такое веселенькое колье но зато все видно где какая бусинка стоит все разных цветах вроде бы ничего не блестит значит смотрите тут вы дальше продолжаете уже все будет зависеть от количества вашего материала если у вас достаточное количество будет больших бусинок то можно в принципе сделать смотрите вот здесь вы зашли и просто набрать большая бусинка вот это вот 10 миллиметров потом идет примеру вот такая 5 миллиметров 10 5 и она будет более так даже гармонично но у меня говорю большие бусинки закончились ну вот и все что я вам хотела рассказать значит в конце видео я выставлю фотографию как это колье смотрится ну а на этом всего вам доброго до свидания плетите с удовольствием ну а и Продолжение следует...